так вот он прямой эфир я всех приветствую сегодняшнем нашем прямом эфире здравствуйте здравствуйте очень прошу написать как меня видно и слышно кто первый присоединяется я вам очень рада я вас приветствую здравствуйте и напишите мне пожалуйста что меня видно слышно и хорошо здравствуйте здравствуйте и сегодня у нас тема отлично спасибо сегодня у нас тема уникальное вязание что это такое как этому прийти как я обычно вязатель могу создавать что-то такое необычное наверное это только какие-то небожители вот дизайнеры там с какими-то врожденными талантами а мне до этого еще просто не знаю там 10 20 30 лет и вообще я до этого не доживу если вам эта тема интересна оставайтесь будем мы в ней разбираться напишите пожалуйста восклицательный знак кому такая тема интересна так я гала голландский дизайнер создаю коллекции на домашних вязальных машинах это мой бизнес уже больше 25 лет профессии бизнес у меня за это время было очень много разных клиентов от студентов до дизайнеров достаточно известных я выполняла их сложные задания я придумала каждый раз какие-то новые методы чтобы быстрее прийти к результату их собралось у меня уже много я пишу мастер-классы и курсы и вот такая тема творчество самобытного своего какого-то стиля и почерка она и меня очень интересует и те кто ставит восклицательные знаки интересует тоже итак поехали здравствуйте здравствуйте все кто подключается я начну с метафоры вот представьте что вы готовите салат и у вас есть всего два ингредиента огурцы и помидоры как мы обычно делаем салат мы режем ну кусочками кубиками дольками солим перчим добавляем кто сметану кто масло лимонный сок и в общем так мы делаем салат кто так делает салат поставьте плюсик кто его так делает ну заправка сейчас неважно вот главное что мы режем на кубики и добавляем заправку кто так делает салат поставьте плюсики так а представьте что мы внесем изменения ну вот Вот мне первое, какое изменение пришло в голову, какое бы можно было сделать необычное, да, допустим, что-то одно из этого порезать, как обычно, на кубики, а второе сделать пюре в блендере. Допустим, огурцы кубиками, а помидоры в пюре в блендере, а остальное все так же. Уже что-то другое? Или наоборот, помидоры кубиками-дольками, а огурцы в пюре. Кому такая идея нравится? Напишите, нравится. Кому такая вот изменение? Или, может быть, кто-то так делает? Марины связь ужасная. Напишите, кому моя идея нравится. Как-то вот так немножко изменить салат. И теперь, смотрите, сейчас немножко мы в сторону оставим наш салат и подумаем, почему вообще такая мысль, идея пришла в голову что-то вообще менять. Вот смотрите, если есть такое желание вязать какие-то свои особые изделия, если вот то, что вы вяжете, вы видите, что оно красивое, добротное, очень аккуратно сделанное, но похожее на многие другие вещи, которые вяжутся. И вообще непонятно, как вот профессионалы, как им в голову приходят какие-то ненормальные идеи. Смотришь и удивляешься, как вообще такое в голову могу прийти человеку. И есть у вас такое желание вот тоже делать что-то узнаваемое, чтобы узнавали, чтобы говорили, да-да, мы ее знаем, и приходили именно к вам. Не потому, что у вас только аккуратные швы, но это как бы само собой. Не потому, что у вас прекрасная пряжа, а потому, что у вас дизайн узнаваемый, и уже остальное это само собой. И хочется уверенности, свободы. И есть эти идеи, или нет их идей, непонятно откуда их брать, или они есть. Но хочется вот этой свободы и уверенности, чтобы делать их, чтобы вот получалось так. Кому такое вот знакомо? Поставьте единичку. Кому знакомо вот такое состояние? Ну, хочется выразить себя, хочется, чтобы было точно, как я, чтобы узнавали, что это вот мой почерк. Поставьте единичку. Кому вот такая мысль приходила и чувствовалось вот такое вот ощущение, что хочется такого вот необычного, и хочется знать, как же это, как к этому вообще прийти. Так. Кому такое знакомо? Единичку. Хорошо? Отлично. Так, что же у нас с салатом было, да? Так. И если у вас есть какие-то вопросы, тоже пишите, чтобы я видела. Так. Ага, я просто немножко оказалась в стороне. Да-да, всё ясно. Так. И мы теперь снова возвращаемся к нашей метафоре с салатом. И вот представьте, у нас, что, в общем-то, делают очень-очень многие вязальщицы, и вообще интернет полон, именно вот какими-то новыми методами, да? Новая обработка швов, новая кетлёвка, новый способ вязания реглана, это всё методы, способы. Я называю это всё ингредиенты салата. Но сами по себе они кем-то созданы уже, понимаете? И когда мы ими пользуемся, мы как бы повторяем чьи-то наработки и, в общем-то, идём по чьим-то стопам. Делаем, используем чьи-то правила. Сейчас ни в коем случае нехорошо, неплохо. Это просто, знаете, разные уровни, ну, скажем так, творчества, разные уровни работы с вязанием. То есть есть такой уровень сбора материала, да? И есть такой уровень, когда происходит качественный скачок, и мы эти материалы используем по-другому. И вот то, что мы видим, новые методы, новые способы. Кто-то ещё вот так придумал. И у меня приостановлен был эфир. Напишите мне, пожалуйста, снова, что меня видно и слышно. Помешал звонок. Так. И вот эти способы и методы. Так, слышно, да, Нера? Я так понимаю, это слышно меня, хорошо? Угу, отлично. И вот эти новые методы и способы, это как ещё купить ещё салат, там, кудрявый. Или петрушка, вот есть обычная, а есть петрушка кудрявая. И для того, чтобы сделать этот новый салат, нужно как-то посмотреть на все вот эти вот продукты, которые у нас лежат на столе, каким-то новым взглядом. Не замыленным, не обычным, не по каким-то чужим правилам, а как-то по-другому. И теперь, значит, формула. Формула создания своего. Как я её понимаю, я её продумываю всё время очень-очень много, и, в общем-то, я её разбила на такие простые шаги. Это не обязательно, что она вот именно такая, и, может быть, кто-то придумает какую-то свою. Ну, вот я придумала эту формулу создания своего такую. То есть, что значит создание своего дизайна? Это выход за созданные кем-то правила. То есть, это выход за границу созданных правил. И это первое. А второе, для того, чтобы выйти за эти границы, не нужно делать кульбиты в воздухе, разбиваться там ещё на что-то. Нужно сделать какие-то маленькие изменения в привычном порядке. Вот как с салатом. Вы меня понимаете? Поставьте мне плюсик, чтобы вы меня понимаете, что изменения могут быть маленькие. И, как для примера, давайте посмотрим на какой-нибудь свитер, который мы обычно вяжем. Отлично. Формула, вы меня поняли. То есть, в формуле всё элементарно. Я её упростила, чтобы вот было понятно. То есть, берём что-то привычное, вот наши эти продукты, но как-то их перемешиваем, порядок, размер нарезания кусочков или пюре и складываем по-новому. Итак, давайте пример. Я беру прям пример из моего курса «Своё вязание», ракета ещё называю. То есть, у неё такое космическое объяснение, потому что космос, это как бы в моём представлении, это безграничное пространство возможностей. Там, где можно всё, возможно всё. Там, где набираешься необходимых идей, набираешься необходимого вдохновения, и там всё возможно. Итак, в этом курсе у меня вот такой алгоритм работы. Вначале мой мастер-класс «Модель. Топ. Гравитация». И в первом уроке мы его вяжем. Вяжем этот топ так, как я его создала. По моему чертежу, по моей конструкции, со всеми теми элементами, которые я там придумала. А там идёт вязание спереда. Да, там две части спереда на спинку, вывязывается плечо. Причём я показываю разные варианты, как можно прямо на одном куске вывязать это самое плечо. Украсить его можно. Потом соединение прямо в процессе вязания. И соединение может быть разным. И вязание кармана тоже прямо в процессе работы. И уровень у этих двух частей. Одна ровная, а другая под углом. И рукав привязывается. Всё это создаётся уже вот по готовому чертежу. А следующий урок, это всё этот алгоритм. А следующий урок, я делю все вот эти вот, все вот эти ингредиенты салата на категории. Длина, форма, цвет, соединение, карманы, детали, всё-всё-всё. И в каждой этой категории что возможно. И представляете, какое количество вариантов. И соединение их, оно происходит, самое интересное, в соответствии с характером человека, который этим занимается. Понимаете? То есть, если у вас характер мягкий, ну как бы такой округлый, спокойный, то у вас получаются такие же округлые формы. И так действительно было видно на примере наших студенток. У Елены, она разбила топ не на две части, а на три. И каждая внизу была таким полукругом красивым. Здесь у нас есть студентки, которые учились. Вот Наталья Карпова. И Наталья сейчас подтвердит, что это вот действительно видно в уроках, кто это как выкладывает. Насколько каждый человек берёт эти задания по-своему. А у кого-то характер резкий. И получается, углы даже не так, как я, допустим, его скос делала, а более такой острый. А у кого-то мышление такое, прямо вот математика. У Валентины, у неё, ну такая работа, такой расчёт был. Я просто посмотрела её цветовые соединения. Это фантастика, какой расчёт там был. В одном ряду там такие соединения. Это надо было всё просчитать и держать в голове, и ничего не забыть. И вот этот следующий урок, когда есть эти все категории, и мы смотрим, какие они есть, и что я могу ещё сама добавить. Какие мне приходят в голову. То есть вы смотрите, какие есть категории, и что вам вообще в голову приходит. А что можно ещё добавить? А так, а так, а так, а так, а так. Следующий урок. Просто рисуйте. То есть в этом уроке вы просто рисуете, отпускаете себя как ребёнка. Рисовать каляки, маляки, красиво, некрасиво. То есть всё вот просто буквально как получается. Как вам эта идея? Поставьте от единички до десяти. Как вам такая идея порисовать каляки, маляки, как ребёнку? Поставьте от единички до десяти. Как вам такая идея? Так, и что же дальше? Отлично. И что же дальше? В следующем уроке есть такой метод создания миниатюры. Миниатюры – это такая маленькая такая кукольная вещь или макет. Знаете, я сама за свою работу, за свои вот эти вот 25 лет я сделала столько проб. И для своих коллекций, и для своих клиентов. Я не делала макеты. Я вязала сразу готовую вещь, чтобы увидеть, как это будет. То есть, ну как же я? Я вот сейчас раз и сразу сделаю, как надо. Но нет. Получается не то. Я делаю следующее. Получается не то. То есть, если пытаться сэкономить время на том, чтобы не делать макет, то получается наоборот. Теряешь время. Это как раз в том случае, если вы создаёте что-то своё. Я не говорю сейчас о том, когда вы вяжете по каким-то разработкам, по мастер-классу. Там сразу указывается пряжа, спицы, машина, плотность и всё прочее. Но когда вы разрабатываете своё, это путь неизвестный, сколько вам понадобится опытов. И я просто целые мешки выбрасывала. И я понимаю теперь, когда до меня дошло, что макет – это экономия времени, я думаю, боже мой, почему я не делала так раньше? Это кажется так просто, но почему я не делала это раньше? И вот в этом уроке мы вяжем макеты. Макет, вот такую маленькую вещичку, её же можно связать быстро. И если вы нарисовали, там, не знаю, десяток или больше всяких идей, и вам понравилась какая-нибудь и одна, и вторая, и третья, ну, маленький макет можно связать быстро, причём не заморачиваясь чертежом сильно вот этими всеми пропорциями моделей. Это же всё равно макет. И потом по этому маленькому макету вы можете пересчитать на большую модель уже гораздо проще, потому что она уже есть, и по ней взять пропорции гораздо легче. Кто согласен со мной, что макет – это вау? Ставьте снова от единички до десяти. Для кого это… какое вот вы отношение к этому считаете? Это потеря времени или это экономия времени? Как вообще вам такая идея? От единички до десяти. Может быть, вам она, ну, не знаю, на пятёрку кажется? Ну, возможно. А может, вау, а может, вообще нет. Вот. Возможно, да, возможно, нет. И вот. Отлично. И вот в этом уроке мы вяжем миниатюры. Вот Наталья, она проходила курс, и она пишет 10. Анияра не проходила курс, пишет 5. И вот мы делаем эти миниатюры. И во время вязания миниатюры вы можете отпустить себя. Отпустить от себя, от беспокойства попасть в размер. Отпустить себя от беспокойства, что вы потратите очень много ниток. Отпустить себя с тем, что если вам придёт какая-то в голову идея, вы должны её оставить до следующей вещи. Вы можете прямо сейчас напихать в эту миниатюру всё, что приходит вам вот сейчас в голову. Прямо. Пусть это будет монстр из монстров, и не знаю, какой он уродец, но сейчас вы можете просто всё, что вам есть в голове, отпустить и сделать. И увидеть. Убрать всегда можно. А вот напихать лишнего мы всегда боимся. Нам же нужна гармония. А как её сразу получить, если не видно? Понимаете? Следующий урок. Мы берём из этих всех миниатюр и выбираем что-то одно. Выбираем по какому принципу? Возможно, что-то уж слишком мы там напридумывали, и понимаем, что сделать такую большую вещь – это рискованно. У меня не получится сразу. Я лучше пойду по меньшему пути. То есть возьму какое-то вот это изменение и сделаю его. Это, в общем-то, правильный путь. Я считаю, что это правильный путь. Ну, смотря в каком он состоянии, опять же. Или я вдруг опробовала какой-то вариант, который вообще никогда не делала. И мне очень хочется его попробовать. Именно очень хочется. Очень много энергии там есть. И я тогда выбираю его и вяжу эту вещь. Вот у Натальи снова же. У неё такая была миниатюра, в которой она пробовала то, что никогда не делала. А потом связала большую вещь с такими интересными деталями, интересным расчётом. Просто фантастика. Кто видел Наташину этот джемпер с резинкой на плече? Напишите, видела. Вот у Натальи Карповой. В профиле можно посмотреть. У неё есть фотографии. Она себя сфотографировала. Причём попала в размер. Так красиво рассчитала все вот эти резиночки. На месте их, на нужном поставила. И вот это такой урок. И ещё с самого начала я прошу ввести тетрадь находок. Я даю форму. И прошу записывать. Вот вы попробовали, как Наташа, резинку на плече, да? И записать. Резинка на плече. Думала. Была у меня такая идея. И вот я её попробовала. Записать эту находку. Пусть вам это кажется ерундой. Но на самом деле понимаете, что здесь очень важное? Да, посмотрите обязательно Наташин джемпер с резинкой такого коричневатого цвета. Что здесь важно? Ведь в том, чтобы создавать свои модели, в том, чтобы стать дизайнером и делать вещи со своим особым уникальным почерком, нужно уверенность в себе, не огромное количество опыта, не огромное количество знаний по всяким обработкам и швам и всем прочим, не какие-то сверхсложные машины. Нужно, чтобы вы в голове были согласны с решением, что вы дизайнер, что вы творец, что вы начинающий, просто начинающий, что вы сейчас повышаете квалификацию, что вы учитесь, но вы дизайнер, и сразу уже решаете. Вот уверенный человек себе говорит, я создаю вот такую-то там бизнес, или я создаю еще что-то. Да, я учусь, да, у меня нет пока больших знаний, но я в начале пути, я иду по нему. Это внутреннее решение. И когда, ну, понимаете, уверенность – это не то, что там платье. Вот взял, надел на себя, я вчера не уверенный человек, а сегодня я уверенный. Для уверенности в себе нужны доказательства. Мы просто так не поверим. Нам нужны доказательства. И когда мы собираем в тетрадку свои умения, то мы видим доказательства. И они собираются, и они как бы наполняют, наполняют определенный бассейн водой, пока этот уровень не поднимется выше определенного, когда мы уже в это начинаем верить. И это работает. Вот такой вот путь. Поэтому я считаю, что вот эти вот записи, отслеживания того, что мы делаем, они очень важны. Кто со мной согласен, что для повышения уверенности нам нужны доказательства, поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, что уверенность можно наработать, что это действительно как какое-то количество, скажем, пусть воды определенной, которая повысится до нужного уровня и сработает. Поставьте восклицательный знак, что вы согласны с таким. А может, а поставьте, кто не согласен, поставьте минус, что уверенность никогда не наберешь, уверенность никогда не придет, и если у меня ее нет, все, тогда я навсегда останусь такая, и лучше я буду сидеть дома спокойно, продолжать вязать, и, в общем-то, это не для меня. Поставьте минус. Это тоже взгляд, и я не буду ни с чем спорить. Вот так. И теперь, что я хотела еще сказать об этой формуле, да, формула создания своего. Видеодневник. О, вау! Видеодневник – это еще круче. То есть записывать себя на видео – это еще круче, это вообще класс. Посмотреть, вот конец года у нас близится, да, и посмотреть в конце года, какая я была год назад, и что я там боялась делать, и, ну, может быть, какой-то голос был менее уверенный, и там выглядела я, может быть, более такой зажатой, да. Это вообще крутизна. Я еще записываю себя на аудио, то есть наговариваю. Видео – это еще круче. Вот. И что получается, как бы, вот по этому алгоритму, да? Получается, что свое, свой уникальный почерк рождается от вашего характера, от того, что вы выбираете из вот этих вариантов все, да? То есть я даю вам задания. Выполняя эти задания, вы выбираете те варианты, которые соответствуют вашему характеру. И эта вещь на выходе будет ваша, она не будет повторять кого-то, понимаете? Вот в чем смысл. То есть наш выбор, он все равно случится по нашему характеру. В этом смысл. И, в общем-то, принцип работы дизайнера, он такой и есть. Дизайнер начинает свою работу, у него есть какая-то идея, то есть это начинается, здесь я даю вам варианты какие-то по моделированию, вы выбираете их сами. И у нас изначально нету образа какого-то, да? То есть дизайнер начинает еще на шаг, там, или несколько шагов раньше, когда у него есть какой-то образ, какое-то видение, да? Вот как режиссер ставит кино, и у него есть сценарий, и у него есть герои. Так и дизайнер, он ставит свой фильм по какому-то образу, который его, образу по какой-то истории, которая его очень зажигает. И, в общем-то, дизайнер так и работает. Он пишет книгу, он рассказывает историю, он ставит фильм по вот этому образу. Но дальше эта работа как раз так и идет. Он рисует какие-то каляки-маляки, он пробует что-то, он делает миниатюры, он делает большие, он меряет на манекенщицу, он отбирает, и все этот отбор идет в соответствии с его характером и заложенным образом. Это как раз и есть алгоритм работы дизайнера. Кто меня понял, что алгоритм работы, он, в общем-то, несложный, у него есть определенные понятные шаги? Поставьте плюс, что определенные понятные шаги или непонятные. Напишите, если есть вопросы, что эти шаги там непонятны, что-то к чему-то вернутся. Напишите вопросы, если есть какие-то вопросы, почему и от чего. Отлично. И я еще тут хочу сказать немного, почему меня так эта тема затрагивает. С одной стороны, даже как бы с самого начала истории, я все время смотрела за теми своими клиентами-дизайнерами, с которыми работала. И мне было очень интересно, почему кто-то преуспевает, почему у кого-то очередь из клиентов, почему кто-то создает какие-то необычные такие вещи, ни на кого не похожи, как вообще вот это все происходит. И я смотрела за одним клиентом, за другим, какую история этого, история того, почему у одного моего клиента стоят вот эти вот скульптурки, такие вот грубые, там привезенные где-то с Африки, и его вещи похожи, где-то по форме что-то перекликается. Почему клиенты приходят, почему приходят именно такие клиенты. И вот это вот, к чему мне это интересовало? Потому что мне хотелось самой преуспеть, мне хотелось самой найти этот вот ключик золотой, который открывает дверку, дверку к успеху, дверку к деньгам, к тому состоянию не просто удовлетворения, а счастья, удовольствия от того, что я делаю, от того, что люди покупают, им нравится, и они приходят снова и снова. Если моя клиентка приходит и говорит, вот я в твоем шарфе хожу, во-первых, он решил мне проблему, которую мне тяжело решить, потому что я не могу носить бюстгальтер, и мне нужен какой-то шарф такой вот, который мне позволит надевать какой-то там свитер или платье, и сверху его, и вот все, я не заморачиваюсь тем, что у меня его нет. И кроме того, что он решает мне вот эту проблему, я хожу и постоянно получаю комплименты. И я хочу у вас еще купить и такой цвет, и такой цвет, и такой цвет. И когда я получаю вот эту вот обратную связь от своих клиентов и от оптовых дизайнеров с их коллекциями, они преуспевают, и на следующий сезон они говорят уже, сделай мне так или так. И от вот таких конечных клиентов, которые говорят, в общем-то, почему они выбрали, да, и как они носят это, то понимаешь, что ты не зря вкладываешь в этой силы, не зря ты этим занимаешься, что это нужно людям, и что они на самом деле узнают. Они говорят, я проходила в магазине, увидела висят, я знаю, что это твои вещи. Понимаете? Поэтому эта тема, она мне очень интересная. Я начинаю ее как бы теперь уже копать сама, именно вот с точки зрения нахождения своего почерка и стиля, знаете, не только в моде, а вот в фотографировании, в искусстве, как вот это везде, как это происходит, как мастер растет, как он начинает работать, когда он решает, что он мастер, да, или общий, решает он ли это. Снова хочу от вас обратную связь, если вам тоже эти идеи важны, интересны, они вас трогают, поставьте восклицательный знак. Если они вас тоже интересны, и вам тоже хочется вот попасть вот в такой вот уже, на такой уровень, когда вы делаете ваши вещи, и клиенты говорят, да, я узнала, я знаю, что это точно твое, да, я прихожу к тебе опять, потому что я у тебя покупала тонику, а теперь я хочу кардиган. Или оптовый клиент, который говорит, сделай мне в новой коллекции, допустим, две или три вещи, или там десять вещей, по моему стилю ты знаешь его, знаешь его, сделай уже, даже не объясняя особо, или там покажет какие-то еще несколько Даши со своих вещей и говорит, вот эта вот тема меня сейчас волнует. Или как вот мой клиент на этот, с Асунгедом на показ мод, он говорил, знаешь, надоело мне все, я уже вот столько всего разного делал, вот хочу удивить сам себя, вот сам себя хочу удивить. Вот мне этот показ мод, в принципе, не нужно оттыкать траты денег, вот я с него вообще не зарабатываю, мне нужен он по своему статусу, а по как бы работе бизнеса, по прибыли он у меня только трата, она потом будет прибыль, да, мои клиенты видят, что я участвую в показах мод, и поэтому они приходят, они как бы напоминание, я работаю, я расту, да. Ну вот, мне нужно что-то, такой, знаете, огонь, для того, чтобы сделать эти вещи на показ мод, мне надо от чего-то зажечься, мне надо удивить самого себя, понимаете? Вот этот вот огонь, он, собственно, очень важен. Знаете, я вам сейчас вот смотрю на время, сейчас я вам одно, один отзыв прочитаю с курса, который вот как раз по вот этот огонь. На курс у нас, на первый поток он сейчас подходит к концу, и в январе будет второй поток, 20 января начинается второй поток, ссылка на него, на запись у меня есть в шапке профиля, и вот Алла Соколова, что она написала, сейчас я вам прочту. Я Соколова Алла, всю жизнь работаю медсестрой и всегда вяжу. Я без вязания, наверное, просто зачахну. Можно сказать, что помимо семьи, это главное мое занятие, интерес и мотивация. Я за вами наблюдаю, как только обзавелась инстаграмом. Ваши вещи волнуют воображение, они не такие, какие вяжет большинство. И связаны они очень остроумно. И когда их разглядывала, понимала, что здесь совсем другой подход, другие методы построения и вязания. И понятно было, что за этим стоит большой труд. Хотелось хоть чуть-чуть научиться вашим приемам, поэтому пришла на ваш курс. И очень этому рада. Я получила гораздо больше, чем это чуть-чуть. Я точно знаю, что благодаря вам и вашему таланту я стала смелее и узнала очень много для себя нового. Вы мне помогли изменить мое вязание. Вы мне поправили, в кавычках, мозги. Я теперь другая. Спасибо вам. Курс рекомендую всем без исключения. Все найдут для себя много нового, интересного. Я спросила Аллу, можно мне использовать ваш пример для того, чтобы рассказать другим курсом. Она говорит, а что, собственно говоря, я там ничего такого не сделала. Это все вы, это все ваш талант. Я говорю, вот смотрите, Алла, что вы писали в самом начале? Ну, там о себе. И потом, я чувствую неуверенность, помогите, Гала. И что вы написали сейчас? Вы мне поправили мозги. Я теперь чувствую уверенность, изменилось мое отношение. Она говорит, я еще ничего не связала. Я говорю, вязание и какая-то вещь, это уже выход вот этого огня, про который я говорила, да, выход на физический уровень, так можно сказать. То есть вначале нужно зажечься. Вот как говорил мой клиент Сасан Кедем, мне нужно удивить самого себя. Мне нужно зажечься, мне нужна искра для того, чтобы я начала делать что-то новое. Удиви меня. И вот это самое главное, Алла, ваше достижение, это вы смогли его достичь. Потому что одни и те же задания даются всем. Вы смогли его получить. вы смогли сделать задание и эту искру поймать. А вещи, они свяжутся, они потом придут. Это процесс такой, знаете, вот как беременность, а потом 9 месяцев ты ходишь, а потом рождается ребенок. Это надо выносить, это надо обдумать, это надо решить, это надо там пробовать, да, оно появится и оно удивит вас самих. или вот как Ольга Семыкина написала, она вчера написала, я просто думаю, почему Ольга так долго молчит, нет от нее ничего. Я знаю, что она, она курс проходила машина вязания 21 века, я знаю, что она как бы в курсе всего, да, но вот молчит Ольга, нету ее. И вот она вчера написала, что у нее случилось, она, значит, прошла первый урок, второй урок, и вдруг ступор такой, говорит, я рисую что-то, а оно меня не вдохновляет. И я решила, что я не буду вязать то, что меня не вдохновляет, что я хочу в этом курсе увидеть вот эти кнопки, от которых приходит мое вдохновение. И она молчала, она выдержала вот эту вот паузу довольно большую, что курс уже подходит к концу. И она дождалась этого момента, она говорит, посмотрите, от чего я вдохновилась. И я теперь знаю точно, я вот просто бегу теперь к машине, я теперь это сделаю. И я пишу ей, браво, Ольга, вы смогли сделать довольно трудную вещь, выдержать паузу, дать созреть вот этому внутри себя плоду и родить его в срок, а не раньше времени, не заставлять себя, а дать вот этой идее пройти путь созревания и тогда начать действовать. Понимаете? Поэтому я считаю, что Алла прошла, проделала отличную работу и смогла поймать вот эту искру. И у меня здесь еще и другие отзывы, есть вот, допустим, есть вот то, что пишет Ирина, Ирина Плюта, сейчас я вам тоже прочитаю. Ваш курс заставил взглянуть, казалось бы, на самые простые вещи с другой стороны. Можно экспериментировать и даже с одной основы получить массу различных вещей. Полет превзошел все мои ожидания. Спасибо вам огромное за вашу поддержку и понимание. На протяжении всего полета чувствовалось ваше плечо. Всех открытий не перечесть. В этом письме готова к новым экспериментам и с нетерпением жду новых полетов в вашей команде. Это, понимаете, именно так и ощущается, как полет. То есть ты выходишь в невесомость, где у тебя нету какого-то точной инструкции, вот вяжи вещь так-то, так-то, так-то. Ты в свободном вот этом полете и ты получаешь вот эти космические потоки и паришь там и находятся идеи. Как вам такая метафора? Космическая она вам нравится? Поставьте плюсики, чтобы я знала, что я не только одна там от нее так тащусь от своей космической идеи, что вам она тоже нравится. Напишите, кому она тоже нравится. так, Ольга, она здесь. Ольга, я про вас рассказывала. так, теперь про формат курса. Я уже рассказала, что там в нем. О, спасибо, что вас тоже зажигает моя космическая фантазия, моя космическая метафора. То есть я вам рассказала, что в составе курса и теперь как он устроен, да, есть урок. Сразу в первом же уроке есть этот мастер-класс, который сразу можно скачать, он остается у вас, он в формате PDF. И вы вяжете эту вещь, причем если вы сразу не можете связать большую вещь, можете связать маленькую, можете вообще просто познакомиться с ним и идти дальше. Это тоже вполне возможно, потому что это тоже была одна из проблем на курсе, когда девочки пишут мало времени. Ваш курс для того, у кого много времени. У меня мало времени. Понимаете, я прекрасно понимаю, что у нас действительно у всех мало времени. Но вот этот курс, он очень много на будущее. Вы берете с собой, вы делаете эти свои работы, вы рисуете, вы делаете миниатюры. Это все как конспект лекций, которые потом вы будете пересматривать и пользоваться долгое время. Такие наработки, которые вам пригодятся потом на долгое время. И поэтому вы можете проходить их так, как у вас получается. То есть не получается сразу там связать этот топ в полном размере. Значит, сделайте так, как получается. Вы делаете домашнее задание, пишите все, какие вопросы необходимы. там есть еще чат общий. Получаете проверку задания, ответы на все вопросы и доступ к следующему уроку. И так каждый урок. Стоп-урок, вы выполняете задание и переходите к следующему. И так проходите все уроки и заполняете вот эту вашу тетраду. Находок. Обязательно, прямо с самого начала начинаете ее заполнять. Очень важна эта поддержка с самого начала. Цена у курса 6300. Начало 20 января. Форма оплат... Оплатить можно и через PayPal, и карточкой любой, через Яндекс можно оплатить. В форме есть эти вот варианты. И квитанция в банк тоже есть такой вариант. Значит, записаться можно по ссылке в профиле. Вы проходите у меня в профиле, там есть кнопка самая верхняя, запись на курс. Нажимаете, там еще есть описание, еще какая-то информация, которую, может быть, я забыла, упустила. И записываетесь. И мы начинаем работать. Каждый... Понимаете, еще с чем интересно, что мы сами меняемся, и мы вот меняемся все. то есть я меняюсь, я учусь от многих источников и от своих студентов тоже. Вносим эти все... Все это придает тому же самому, казалось бы, курсу, придает какую-то совершенно новую энергию. И в новом году можно это все опробовать. Если есть вопросы, пишите вопросы. Я на них отвечу. Может быть, по смыслу или что-то сейчас, что вы хотите прямо сейчас опробовать, может быть, из этого вот алгоритма, пишите. И я на них отвечу. Никто мне сегодня вопросов никаких не задает. То ли я все хорошо рассказываю, то ли наоборот сильно забилось какие-то в эти самые дебри. у нас есть еще 10 минут. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Если нет, я не буду тянуть. Вот, жду вас на курсе. Очень-очень рада. Места занимаются как бы все время, каждый день какие-то добавляются. Вот, буду очень рада, если вы прямо сегодня запишетесь на курс. Есть вопросы? Пишите. И я как бы повторю сейчас вот этот алгоритм еще раз, да, потому что он как бы вот формула, как я ее назвала сейчас, формула создания своего. Сейчас я ее еще повторю. Она в принципе элементарна по пониманию, да, уровень да, знаю и уровень я понимаю, когда ну как бы как будто бы я всем телом что-ли-то прочувствовала. Есть эти уровни вот разные. То есть мы начинаем придумывать нового, когда мы выходим за рамки прописанных правил. И чтобы выйти за эти рамки не нужно каких-то огромных шагов, каких-то невозможных действий достаточно изменить совсем немного что-то, как в нашем салате. Или форму, или размер кармана, или местоположение кармана, или манжет длинный, большой, или еще что-то, небольшое изменение, и опробовать его. Ну вот и так. Это вот мой алгоритм, если коротко. Ну что ж, вопросов никто мне не пишет сегодня, просто прямо аж обидно. Никаких вопросов нет. То ли я такая хорошая, то ли наоборот. Так, ну все, я вас жду на курсе. Приходите, буду очень рада работе. Я все время проверяю домашние задания, отвечаю на все вопросы, как бы все время, вот все время со своими студентами. И еще увидимся. И пишите мне тоже в директ, если есть какие-то вопросы, и вы не хотите их здесь задавать, или есть какие-то идеи. Я буду очень рада, я всем-всем-всем отвечаю, и тоже беру во внимание все, что мне пишут. Я очень рада встрече с вами. Спасибо большое, Наталья. Я очень рада встречи с вами. И еще увидимся, и встретимся, и на курсах, и в прямом эфире. Всем вам успехов. Я вас поздравляю с Новым годом. У меня еще есть запланированные встречи до Нового года, потому потому нам надо до Нового года не то, чтобы какие-то итоги подвести, потому что я их подвожу все время, когда чувствую, а как бы передать в этом году, который уходит, передать что-то, какое-то послание, которое успеть, передать что-то, что важно, что чувствуется, что важно передать людям. Наверное, так я бы его сформулировала. И вам тоже большое спасибо. Всех вам успехов. Увидимся. И своих уникальных особых изделий, чтобы клиенты за вами бегали, и чтобы вы богатели и радовались. Всем 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 привет. До свидания. Все хорошего.